МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В полчаса пожарные отправились спасать коттедж в Гагарке. От огня в эту ночь пострадало около 400 квадратных метров построек. Другие последствия горящей ночи смотрите в сюжете. На этом месте в Мизинке еще пару дней назад стоял дом. Такие изменения произошли всего за одну ночь. Огонь охватил и прилегающие постройки, баню и гараж соседей. Пока ехали пожарные, соседи кинулись вытаскивать из дома свои вещи. В случае, если пламя перекинется и на их жилье. На помощь пришли жители окрестных домов. Пожарным большое спасибо. Людям, которые помогали нам, выносили вещи, огромное-огромное спасибо. Было очень много народу, кто просто ехали мимо и останавливались. Огромнейшая благодарность от всего сердца. Причина возгорания пока неизвестна. Некоторые очевидцы утверждают, пожар начался со двора сгоревшего дома и постепенно перекинулся на находящиеся здесь постройки. Сами погорельцы вину перекладывают на плечи соседей. Говорят, первой загорелась соседская баня. Начинают даже запугивать свидетелей уже со 180-го дома, у которого дом сгорел. Хотят, чтобы поменяли они объяснение, что с баней загорел, а не с их дома перекинулось. Как нам сообщили в пожарной части, площадь возгорания составила более 100 квадратных метров. На тушение выехало 4 машины. Через полчаса огонь ликвидировали. Однако дома спасти не удалось. Не уберегла его и вот эта подкова. Схожие события в ту ночь развивались и в Гагарке. Около часа ночи в пожарную службу поступил звонок. Горит жилой коттедж. В доме в это время находилось в строе человек. Из огня не успели вынести только самые ценные вещи и документы. Как говорят пожарные, от едкого дыма пожилые люди могли и вовсе погибнуть. А не прям, это же ночью произошло, насколько я понимаю, где-то в час, что ли, возгорание было. Но вот он, младший сын здесь был с ними, он их и вынес оттуда. Как говорят пожарные, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. От нее загорелся сарай с сеном и стройматериалами. К приезду пожарных огонь уже перекинулся на баню и крышу дома. Спасти удалось только стены. Алина Мулоянова, Антон Коряков, Иван Козырев. Детали дня. В Заречном орудует банда машинных взломщиков. Они разбивают окна автомобилей, вскрывают их и уносят ценные вещи. За выходные от рук хулиганов пострадало пять машин отечественного производства. Связаны, как правило, эти автомобили недорогие. Как правило, у них стоят не такие дорогие сигнализации, либо вообще не установленные сигнализации, которые вымеспечивали безопасность. Вскрываются они легко наш автомобиль, к сожалению. Как нам сообщили в полиции, хулиганы орудуют по всему городу. Свои вскрытые машины автовладельцы находили на улицах Ленинградской, Олещенково, Ленина и 9 мая. По предположению полицейских, случившееся нападение делало рук одних и тех же людей. Скорее всего, это были иногородние. Другая версия – молодые люди, которым просто нечем заняться. В настоящее время по этому делу ведется расследование. Краны старого микрорайона остались без горячей воды. Накануне на этом участке начались плановые работы по замене труб. Они продлятся до конца следующей недели. Я думаю, что раньше, 29-го, мы не подойдем к горячей воде, потому что у нас всего полторы недели, ремонта очень много. Я сказал, что замена порядка 18 арматур, то есть сварочные работы с установкой арматуры. Как нам сообщили в теплопередаче, плановый ремонт производится во всем старом микрорайоне и по улице Таховская. Без горячей воды также осталась вторая школа и детский сад номер 6. Более полный список домов, которые попали под плановое отключение, вы сейчас видите на экране. Горячую воду не отключили только в медсанчасти и общественной бане. За две недели планируется заменить арматуру из-за движки в тепловых камерах. Также будет производиться ремонт тепломагистрали номер 1 от БС до улицы Лермонтова. Новый микрорайон, как говорят специалисты теплопередачи, ремонт ожидает в конце следующего месяца. Завтра над городом зазвучит сирена. Она сообщит за реченцем о начале комплексной проверки системы оповещения. Как сообщает Центр общественной информации Белаярская АЭС, с 19 по 22 июня комиссии ОАО «Концерн Росэнергатом» проводится плановая проверка состояния гражданской обороны и готовности к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Просьба горожанам не волноваться и не прерывать своих занятий и работ. А уже 22 июня звуки сирены должны оповестить о начале Великой Отечественной войны. Произойдет это ровно в полдень. Такая акция проходит уже четвертый год подряд на основании указа губернатора Свердловской области. Сложиться всем городом. У каждого жителя Заречного есть возможность нести свою лепту в реконструкцию сквера Победы. Для этого нужно один день поработать бесплатно. В данный момент руководителям предприятия и организации Заречного направлены письма от главы городского округа. В письме Василий Ланских предлагает перечислить однодневный заработок сотрудников на реконструкцию сквера Победы. В данный момент близятся к завершению работы по облицовке стелы, плиткой и укладке бордюра. Этими работами занимается ОАО «Аура». Далее начнут облагораживать и сам сквер. Обнесут его кованной оградой, установят новые скамейки и выложат тротуарную плитку. Финансирование основных работ на себя взяло УЗБС. Однако выделенных средств недостаточно для оплаты труда строителей. Это святое дело. И у каждого из нас это связано с воспоминаниями, с потерями близких, родных, с воспоминаниями о этой тяжелейшей войне. И я думаю, что большего каждый из нас он уже не может сделать. Конверт из Кремля на днях получила Зареченка Степанида Ивановна. Внутри письмо поздравления от президента Владимира Путина с 95-летием. Крепкого вам здоровья, благополучия и всего самого доброго. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Очень больно. Вот, видите. Она его любит, дождь вернется. Я его люблю, дождь вернется. Я его люблю. Степанида Ивановна родилась и выросла в Мордовии. Там же пережила войну. Она – труженик тыла. Пока ее муж воевал, работала в колхозе, растила сына. Перенесла все тяготы тяжелого времени. И сумела выжить. После Великой Отечественной родила еще троих детей. В 90-х вместе с мужем и двумя дочерьми переехала в Заречный. Сегодня Степанида Ивановна – единственная юбиляша в Заречном. Помимо поздравлений от президента, она получит и денежную надбавку – в 1000 рублей. Свои подарки Степаниде Ивановне также приготовили отдел социальной защиты и администрация Заречного. Они вручили юбилярше икону и палантин. Школьники взяли в руки оружие. В эти выходные на базе «Казачий стан» прошли военно-полевые сборы. В роли солдат себя попробовали кадеты из села Черноусова и ученики седьмой школы. Организатором сбора выступила станица Заречная. Ребята преодолели полосу препятствий. Всевозможные переправы, бревенчатые и канатные мостики. Стреляли из винтовок. И все это в полном амбунтировании. Бронежилет, каска и автомат. Юные кадеты получили массу эмоций, почувствовали настоящий боевой дух. А по завершению испытаний новоиспеченных солдат ждала полевая кухня и купание водохранилища. В выпускной школы моделей воспитанницы модельного агентства устроили красочное шоу в одном из клубов Заречного. Девушки демонстрировали умение дефилировать, танцевать и держаться на публике. Этому они учились на протяжении восьми месяцев. О том, как превратиться из принцессы в рокершу, смотрите в нашем живом сюжете. Игра у нас такая получается. Колюшки, сами видите, шипы. То есть все такое рокерское, все такое цепи, то есть металл. Все очень интересно. Все очень здорово поставлено до такой степени все профессионально, что очень приятно смотреть на высшем профессиональном уровне. Все здорово сделано. И девочки просто молодцы. В зале у нас находится не очень много народа. В основном это родители. Те люди, которым очень важно, чтобы у нас развивалась молодежь. Еще раз повторяю о том, что мы развиваем молодежь нашего города, культуру и так далее. В зале находятся именно те люди, которые мы хотели бы сегодня видеть. Я специально пошла именно в «Эсмоделс», чтобы как-то больше развиться. Потому что когда боишься к человеку подойти, спросить, сколько времени. Когда в магазине не можешь продавца позвать, это как-то, не знаю, 17 лет уже двадцать. Мне очень нравятся. Такие девочки все красивые. Постараются, прям молодцы. Я единственный парень здесь. И знаете, это на самом деле ничему не мешает. Потому что я могу девочек научить. И девочки учат меня даже больше, чем я их. А с чем они тебя учат? Они меня учат именно позитивным эмоциям, как их показывать. И то есть, как их давать. Прямо на сцене вот. Далее смотрите прогноз погоды. Информация предоставлена агентством «Гесметио». Завтра в Заречном Малооблачно возможен небольшой дождь. Ночью плюс 22, утром на 2 градуса теплее. Днем столбик термометра достигнет отметки плюс 32. Вечером ясно до плюс 29. Ветер переменный, преимущественно юго-восточный. До 5 метров в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Не забывайте сообщать нам новости. Наш телефон 71172, адрес сайта зартв.ру. И на этом у меня все детали. Сразу после выпуска смотрите сюжет от телестудии «Юниор». Жизнь на площадке глазами детей. А я с вами прощаюсь. Увидимся в пятницу на канале Заречной ТВ.